В руках есть книжечка, издана она совсем недавно, написана она Архимандритом Симеоном Томачинским, для многих из вас это знакомое имя, которое называется «Мягкая сила культуры». И предисловик этой книги написал наш гость, протеерей отец Андрей Ткачев, клирик храма святителя Василия Великого в деревне Зайцево Московской области, где, рассуждая о содержании этой небольшой работы, он говорит о том, что проповедниками были когда-то люди духовного сословия, но наступил момент, когда проповедниками стали журналисты, актеры и парламентские ораторы, а кафедрами стали политические трибуны, театральные подмостки и страницы газет. Один известный современный композитор, культуролог, когда-то схожую тенденцию определил так, он сказал, что было время, когда лицо культуры определяли пророки, апостолы, святые отцы. Было время, когда это лицо определяли философы, затем писатели, поэты, музыканты. Но наступило время, когда лицо современной культуры определяет парикмахер и модельер. И вот этот же исследователь, когда-то, это уже давно, он сказал такие слова, над которыми, я думаю, каждому из нас следует задуматься, потому что он сказал так, проблема современной культуры в том, что она расцерковлена. Одна из проблем церковной жизни, что церковь обескультурена. Слова эти были сказаны довольно давно. И, конечно, уже в нашем обществе многое изменилось, есть много наметившихся положительных тенденций, но все-таки, я думаю, что проблема остается, и здесь есть о чем поговорить. И вот еще одно слово отца Андрея в предисловии книги отца Архимандрита Семена. Он говорит, что при помощи мягкой силы, а именно скрытой пропаганды искусства, нам навязываются гибельные модели поведения. Внушаются мысленные установки, делающие народ, избранный на роль подопытного, уязвимыми и манипулируемыми. Саундтрек из кинофильма, жевательная результата или печатный бестселлер способны действовать так, как действует оружие массового поражения. Поэтому отец Андрей говорит, что привитие человеку художественного вкуса и сообщение ему неких опорных знаний в области литературы, кинематографа, музыки, есть составная часть работы по национальной безопасности. Вот я хотел бы попросить отца Андрея, чтобы вот эти мысли он прокомментировал более широко, если возможно, и чтобы мы их также обсудили. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова